Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как обшивать бусины для отморозин, калийных, рябинных. Берем деревянные бусы. Обратите внимание на дырочку, чтобы она была достаточно большой. И приступаем к работе. Зажимаете хвостик ниточки у себя в руках, чтобы было удобно вам держать бусину, чтобы она не выпадала из рук. И начинаете ее обкручивать ниточкой. Я использую нитки акриловые. Также можно брать для вышивки шерстяные тонкие ниточки или обычные нитки мулиные. Чтобы бусинка не была видна, ее нужно очень плотно обкручивать ниточками. Нитки нужно двигать немножечко друг к дружке поближе. И вот у нас получилась такая ягодка. Ну а теперь мы должны вышить серединку. Это для смородины. Берем обычные черные нитки, которыми мы шьем. Они тоненькие. И делаем такую петлю. Ниточка должна двигаться свободно. Одеваем ее на два пальца. И должны сейчас связать такую петельку. Достаточно трех раз. Это зависит от размера вашей бусины. Закрепляем петельку. Вот у нас получилась такая вязаная петля. И крепим по основанию. Что нужно соблюдать в этом? Очень осторожно, так как ниточки тонкие. Если у вас на ней запутались, надо будет все обрезать и начать сначала. Ну вот такая получилась первая смородинка. Обшиваем теперь все петелечки вокруг. Оставляем обязательно нитку, за которую мы держим бусинку. И потом будем за эту ниточку пришивать ягодки. Ветка для ягод. Берем проволочку и выравниваем ее. Кончик нитки зажимаем в руках и начинаем обкручивать проволоку. На левой стороне закрепляем и той же ниточкой можно пришить. И так с двух сторон. Теперь подгоняем по рисунку веточку. И закрепляем той же ниточкой буквально двумя-тремя стежками. Следите, чтобы эти стежки не были видны. И на левой стороне, как обычно, закрепляем ниточку. Вышивка гладью листочков. В первую очередь обшиваем контур листика. Швом мигла вперед. Первый ряд короткие длинные стежки. Я использовала эти три цвета зеленых ниточек. Также в самом конце я взяла желтые ниточки и сделала блеки на листиках. Добавила немножко желтого цвета. Хочу напомнить вам, что я вышиваю акриловыми ниточками. Ну, теперь пришиваем бусинку. Бусинка пришивается очень просто. Не забудьте там сделать узелок и спрятать ниточку. И последнее, что нам осталось, это сделать крученые усики. Наматываем на проволоку нитку. Предварительно нужно сделать обязательно такую петельку. И обмакнуть ее с обоих сторон клеем. Клей для ткани. Подождите, когда он высохнет. И после этого намотайте на спицу. Равномерно. И вот у нас получилась такая спиралька. Пришиваем точно так же, как все остальные детали. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова